всем привет друзья сегодня вам покажу как я развлекаюсь свободное время сегодня будем устраивать пикник у меня на работе здесь дача одного человека я здесь работаю иногда бывает скучно друзей мне немного сейчас поставим сюда печечку там все дальше увидите вот такая печка вставляем трубу делаем столик что-то он у нас скользит у нас есть лайфхак берем ветку все вот такой лайфхак от валентина цацкого чтобы не скользила печь это очень экономично сейчас покажу сколько ядров нужно сегодня будем готовить сосиски сейчас покажу вот так вот немного дров я не знаю сколько тут такая маленькая связочка этой печки хватает чтобы приготовить на ней пищу сегодня будем на ней сосисочки сейчас распалим печечку у меня вот друзья когда времени нет этим заниматься я бывают люблю перед сном посмотреть там всяких выживальщиков этих лесные там канал там этот виталий игнатьюк вот такие два основных канала которые иногда переснул смотрю вот это нравится мне так время проводить такая романтика прям вообще по приколу сегодня также покажу свой самодельный ирп и вот так покушать у огня посидеть вообще класс печка вот это вообще вы не представляете что за печка сейчас разгорится я попробую постараюсь показать ее поподробней ну конечно так вот огонь разжигать газом это как-то не то конечно но у меня как говорится не так много времени ну все печка у нас горит не прошло и пять минут печь у нас уже нормально так разошлась сейчас будем снимать самодельный ирп пока печь прогреется вот все мог почти максимально компактно умещается в армейский котелок семьдесят четвертого по моему года выпуска списанные котелки вот собираюсь обычно все свои ирп и дома ничего не покупаю потому что покупать дорого вот получается настоящие итальянские галеты привезены чистые из италии начальник на летать умеет и вот он летом и летал в италию привез мне там местную ихнюю пайку я короче с нее оставил галеты специально для такого случая также вот самое вкусное и интересное котелочек у нас пустой сегодня наверное в нем ничего не будем готовить вот сало копченые домашние сам коптил вот так красиво но лежит вот вот такие коробочки посмотрите я не знаю чем сравнить ну вот стандартная ладонь человека роста метр девяносто пять вот вот так удобно компактно просто по карманам распихали и все нормально вот такое сало несмотря на то что кажется что его там мало ну блин я за раз только не съем я обычно за раз едаю ну одну треть на половину когда голодный также вот у нас помидорки оранжевые красненькие помидорки и огурчики и сейчас пожарим сосисочки здесь все так организуем на улице уже темнеет но не беда у нас есть карманный прожектор очень мощный вот посмотрите на улице день вот я на уровне камеры его сейчас выключаю включаю 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 очень яркий и кстати еще с пауэрбанком и почти этот влагозащищенный ну то есть не водонепроницаемая влагозащищенный там айпи что-то там я не помню ну короче под дождем там можно пользоваться просто воду короче не занять а так все можно это вот советская печка приобретенная позапрошлом году вот ей примерно два года вот очень экономичная здесь вот получается она была куплена в тысяча девятьсот там где-то семидесятые годы или шестидесятые точно не помню где-то у меня даже документы от нее были я не помню но где-то семидесятых годов она в общем она у человека долго лежала на чердаке вся в масле была в консервации вот так вот раньше умели делать но не знаю как но здесь вот навес ну это петля или как она там называется которая поддувала идет она заклинила и когда мы привезли эту печку от этого человека я пытался открыть она открывалась там на два сантиметра и все ну в общем золо туда было не выгрести я потянул сильнее она сломалась не знаю может если в этом году не уволюсь то это починил так же у нее есть в общем здесь как вы поняли все немножко не японская советская все нужно дорабатывать дома получается здесь тугие эти петли или каких-то не знаю называют навесы, петли в общем они очень тугие здесь в принципе неплохо вот эта вот штука посмотрите короче везде люфты вся фигня но то советский союз отличает от китайцев это долговечность здесь стенка вы просто не представляете здесь стенка блин миллиметров наверное 8 7-8 миллиметров она очень толстостенная это кстати один из плюсов и недостатков одновременно потому что она очень-очень тяжелая она весит где-то 50 или 60 килограмм я как бы ну тягаю железо по два раз в неделю но эту печку блин я поднимаю просто на пределе возможностей вот так же вот эта решетка здесь это отдельно ставилась это я после покупки сюда поставил здесь я там всякие сосиски готовлю очень удобно получается котелок вот такой это армейский котелок на чуть больше чем половину наполненный водой я не знаю сколько литр наверное он вскипает где-то ну за полторы-две минуты ну просто вы не успели поставить пока этот отвернулись там уже этот прям аж пена такая ну кипит сильно вот так же после покупки получается эта печь была покрашена снутри и снаружи после покупки мне ее пришлось два дня каждый день по где-то три-четыре часа топить чтобы эта краска загорела вот друзья советская краска она до сих пор не загорела и получается первые два дня эта печь короче воняла просто на все округа я не знаю чем ее красили так же у нее есть съемные ножки они откручиваются но я не знаю опять же как это все делали потому что когда я вот новая печь просто новая в коробочке все с документацией покрашенные консервации приехала я эти ножки накручивал часа два ключом вот таким вот метровым этим как оно газовый ключ я обычно называю в общем огромным ключом два часа их накручивал они ни в какую не хотели идти я и ВДшкой их брызгал чего только не делал так же там вот внутри стоят колосники они такие съемные там просто прутья такие типа арматуры и в общем половина из них была короткой половина была слишком длинной в итоге мне пришлось от длинных отпиливать столько сколько не хватало для коротких и короче приваривать ну в общем я тут я с этой печкой где-то три дня ковырялся каждый день но первые два дня где-то по три часа второй день два часа эти колосники отрезал и сваривал в общем в советском союзе в чем-то умели что-то делать а в чем-то что-то не умели делать не ну все-таки я печкой доволен довел ее до ума вот осталось только эти петли нормальные сюда поставить только не пишите комментарии что смазать надо было и все такое ну я их и смазывал что-то с ними только не делал и прокаливал их горелкой до красной им по барабану кстати вот посмотрите зазор какой вот как так можно было сварить посмотрите вот здесь мизинец влазит да? вот горячо вот здесь блин и ноготь не влезет вот вот здесь широко здесь узко вот здесь вот посмотрите блин китайцы и то лучше делают ну как было написано в документации эта печка была сделана на каком-то заводе где работали одни инвалиды ну это так не смеха а просто ну так действительно было написано как бы инвалидам тоже нужна работа я за чтоб они работали в общем там завод какой-то организации инвалидов которые давали им работы и вот они это все варили ну так что китайцы еще не такие инвалиды ну вот толщина металла это конечно вообще жесть дверца здесь примерно по пять миллиметров толщиной труба труба здесь вообще я хер знает ах там горячо труба где-то толщиной сантиметр она реально вот смотрите метр трубы ровно метр весит где-то килограмм пятнадцать вы представляете 15 килограмм только одна труба весит на эту печь можно без трубы эксплуатировать тогда у нее кпд будет немножко меньше и она будет больше жрать дров а так вот вторая закладка уже сколько горит печка уже нормально протрелась вот здесь на ней краска вообще хорошо сохранилась ну все равно это как бы швы нормальные ну и вообще печка сделана в советском союзе люди тогда еще вообще ничего не умели делать ну только не военных целях вот военных целях в советском союзе делать вообще хорошо умели очень хорошо военных технологиях советский союз в советском союзе превосходил вообще всех вообще все страны он превосходил даже Америку вот над чем заморачивались а тут какая-то печка дачная кстати в документации было указано что это садово-полевая кухня специального назначения ну вот удивительно то что они назвали что это сделано на заводе какое-то там научно-производственное объединение там что-то инвалидов не помню да и ну поэтому именно это и Продолжение следует... 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 сало с молодого поросенка попадаются такие маленькие косточки сало хорошее помидоры хорошие хоть и москве все говно но надо знать где покупать сейчас галетик отдельно попробуем заценим чем отличаются итальянский от нашего срп в общем он такой более плотный более соленый ну чуть-чуть лучше в общем он больше на печенье похоже много лет так давайте возьмем большой небольшие на будет брод тянет сейчас будет вроде к себе сделаем так берем сразу косточки белки съедят все лучшая белка так один красный помидорчик один желтый помидорчик сверху такой длинно полезно порезанный огурчик о чем вам не отдых праздник живота всем рекомендую блин вы даже не представляете вы там сейчас смотрите не представляете это такой весенний жирный мясной сытный вкус овощи прям такое весеннего вкуса придают блин друзьям я участник не притворяюсь мне за это захотелось выпить вот такого дюшеса ой красота вообще я вообще мясоед но без овощей мясо это ну так чисто поправить белковый баланс ваше здоровье так ну поесть я могу без вас давайте попробуем сосисочки сейчас мы их хочу это всего лишь 2 галета 2 галета собака вот это думал сейчас еще один такой сделаю ладно не буду переводить потому что вот это вот блин ну реально вот это вот так вкусно вы не представляете вроде бы фигня какая-то но блин просто вы не представляете как капчу сало так мы возьмем вот эти вот и здесь всего лишь по 3 штуки бля ну это вообще беспредел возьмем вот такую зажаренную бля ну что это не сало то не так вкусно все равно классно вот вот это отдых это все по-настоящему это не какой-то вам там хухры-мухры печка вон горячая сейчас сосиски у меня остынут пока я видео снимаю я их туда раз как в микроволновке 10 секунд и все нормально приятного аппетита вот так и живем ну вот это вот вообще жизнь это блин вы попробуете такое сало закоптить о с молодого поросенка двухмесячного вот это нормально на улице стемнело но это придает свои романтики так же у меня есть вот без него вот с ним ох красота вот так отдыхают дом где чё дворняжки всякие гавкают лают куры яйца несут я тут сижу радуюсь жизнью наслаждаюсь жизнью как по мне так это лучше чем всякие там клубы и прочая это перхать московская вот так вот так вот так вот так вот так вот так как я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...